всем привет из любимых просторов сегодня мы в крольчатнике и соответственно будем делать новую систему поения потому что наши ниппельные вот эти вот поилочки вот старые вот это всякой хрень течет ужасного смотрите таз мы не убирали не вот это к сожалению не моча это вот столько воды выливается то есть нас бочонок достаточно крупный стоит я замучился с этими поилками с вот этим да не приняты поилками это ужас какой то есть постоянно подтекает постоянно у них что-то льется ну то есть просто уж вот смотрите сделал вот здесь вот новую систему но уже сколько три недели работает и все отлично то есть кролики ничего не грызут спокойно все пьют они . будут ничего не подтекает в общем-то отлично не капает видите сидят волостики здесь тоже все льется потому что вот старая система полная здесь поменяли вот кусочек тоже отлично . очень доволен вот здесь систему сделал здесь правда немножко другие вот эти вот появились поилки сами удать то есть они подпружиненные ну тоже нормально тоже работает все очень очень довольны соответственно будем делать вот здесь значит что мы делаем вырезаем квадратик покажу вот видите русским квадратик вот такое окошко чтобы трубу можно было вниз опускать здесь делаем не вижу вот такое же квадратик что я вот здесь изначально сделал не совсем правильно ведь у меня не с углами получились с углом мне пришлось вот такие куски здорово вырезать их можно было если что трубу поднять опуститесь на меня просто на хмутах держится ну как говорится первый блин комом конечно работает или делать его не стал вот все остальные они вот идут вот прям сейчас еще раз покажу квадратик туда четко труба опускается 10 сантиметров меня вот эта трубочка кроме все отдела замечательно пьют сейчас повторюсь ничего не подтекает все отлично работает ну сейчас процессе покажу как все это делаем вот смотрите каким поилками я пользовался ниппельным вот такой синенькой цельной металлической такой вот вот такой в этих пластмассах вот что у синие что у желтый очень быстро вот здесь они переломываются ныть ныть все если вот эти они подпружинены то есть вот эту штуку нажимается синяя тоже нажимается вот таких вот они не нажимают студии просто на смещение работают и у желтых тоже не работают на смещение чтобы нажать она не нажимается ночью что эта система что вот эта система все подтекает вообще все понятно здесь вот выкручивается это все там внутри меняется прокладочка но это каждый раз каждую каждую неделю я меняя по две-три поилки нам либо прокладки либо целиком вот они отваливались ну то есть это просто ужас какой я замучился вот начал использовать за что вот обычно вот такой вот нагреватель самый простой самку дешевый он собственно обычные трубки для воды 20 по моему пять миллиметров они такие вот штуки то есть переходнички всякие получается достаточно бюджетно то есть как бы не очень дорого все это идет еще раз повторюсь это вот реально решает вопрос всяких протеющих и всего-всего остального вот так ладно начинаем паять точнее продолжаем уже паять эти трубки все очень игры вот так вот это вот не знаю вот у меня вот ну никак не пошло я перепробовал все покупал в китае покупал здесь какие варианты только не перепробовал то есть вот зал там почти три года это был просто тихий ужас постоянно постоянно геморрой вот это все помойку выкидываем вот сейчас знаете что беру вот такие поилочки беру вот эту штуку выкидываю мне нужна только вот эту нее собственно с ней и работу сейчас посажу как я все делаю продолжаем делаем так вот получилось что у нас вот такая трубочка значит вот что мы спаяли эти балдашник соответственно герметичного закрываем вот здесь вот внизу дальше будем отсюда вкручивать такие пробочки них просверлим отверстие и в них вставим уже соответственно вот эти вот палилочки вот в пайке ничего сложного в общем-то нету усилий тоже больших никаких достаточно быстрый приятный процесс так что вот таким делом продолжаем так делаем отверстие ром на 9 вот эти вот штучки у нас получается вот такая штучка пипеточка но потом здесь естественно все проклеим и плотненько вставляем так смотрите сделали мы нашу систему вот видите вон эти парилочки он ребята уже освоились им надо было одному тут показать как это пьется и все все остальные уже подтянулись и нормально пьют вот она идет идет вот до сюда доходит и облетаем но здесь то же самое вот эти стыки это потому что делалось все это вечером надо делать все на свежую голову очень неправильно рассчитал размер трубы пришлось делать вот такие вставочки вот благо вот эта вот система позволяет это дело достаточно быстро легко общем без проблем безболезненно уже пьют и уже никаких подтеканий там что-то такого нету на самом деле игры прям много для счастья надо здесь смотрите что сделали здесь я поставил пока такой тройничок потом конечно я его уберу поскольку у нас вот этот наш карцер как его называют ужасная клетка еще раз повторюсь просто ужас какой там бедный короче холмите не света белого ничего особо не видит так вот и вот этого трубка вот на она идет вот оттуда как-то фокус плохо наводится и она идет вот туда там почему пока этот карцер стоит здесь его конечно не будет будет еще одна такая же большая клетка откормочная туда поставим просто пока вот еще время нет привести ее тогда мы продолжим эти трубы и собственно вот эту вот трубочку эту прозрачную берем так это первое и вторую которую мы сделали вот такую смотрите наш стандартный там бачок переходничок для чего вот это вот оставили для того чтобы всегда было видно вода прошла не прошла идет не идет и так далее то есть всегда для контроля в общем-то это нужно маленький кусочек вставлять вот видите мы вставили туда видите как легко здесь вот с таким изгибом сделали ну соответственно нужно то же самое также на нижнюю тоже мы ведь сделали ролик счастливы и довольны хоть теперь у них вода есть а то ничего не перегрызут у них что-нибудь выливается и постоянно чего-нибудь да не хватает теперь все отличненько все есть да ребята это нос у нас подранный какой-то где нос то пододно ободрал вот в общем еще раз рекомендую данные поилки поверьте мне намного намного меньше геморроя потому что воды уходило море постоянно это вот влажность какая-то еще что-то такое вот эти поилки это выход но они не такие да любые по крайней мере вот вертикальные поилки которые внизу вот это еще раз повторюсь это подпружиненная не обязательно можно обычно использовать . мы в принципе этого достаточно в общем вот так вот пока я говорю очень 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 доволен так ладненько всем пока всем удачи встретимся нового видео подписывайтесь ставьте лайки далее будет еще интересней пока пока